всем привет я рада вас приветствовать на моем канале уютный мир игрушек амигуруми меня зовут катя я пытаюсь начать свой новый блог новая неделька уже стартовала уже сегодня среда и я только начинаю снимать небольшие кусочки блога я хочу вам показать уже несколько готовых работ и по этим работам у меня вышел мастер-класс в печатном формате это это модули на колясочку вышли они пока в таких двух расцветках и как раз таки для магазина связала и сделала по ним же мастер-класс который у меня уже просили очень давно и вот как раз таки руки до до них дошли модуль вяжется очень легко и просто нужно всего лишь два оттенка пряжи чтобы получилась такая вот милота да ну как сам себя не похвалишь никто не похвалит но в принципе честно говоря вяжется на самом деле очень легко здесь несложная схема казаки и связать бусинки и соединить их с деревянными либо же силиконовыми и бусинками которые у вас есть наличие и все вот эти вот держатели для погремушек держатели для модулей все продается на валберсе это считается как игрушка развивающая игрушка для детей ищите в развивашках я могу оставить ссылку который покупала я эти колечки но боюсь то их уже нет в наличии причем уже давно я думал что не появится но и к сожалению от наличия но ссылку я вам все-таки оставлю друг вдруг вам повезет так но в принципе ссылочки также на мастер-класс я оставлю и вконтакте кому удобнее и также есть мастер-класс и на яндекс дзене вот и также я хочу напомнить что у меня уже вышел мастер-класс еще один на этой недельке это описание мишек в образе мишки винни-пуха я вам сейчас показываю так это в мишку можно вязать в разных расцветках из разной пряжи начиная с акрила заканчивая и шерстью то есть эта схемка подойдет для любой пряжи так что тоже проходите пишите ссылочки будут внизу под видео также в контакте и яндекс цен вот дальше у меня была готова игрушка я планировала связать в компанию малыша гену и малыша чебурашку но в моем случае только связался пока крокодильчик гена маленький такой в юном возрасте красный свитерочек и небольшой шарфик ну по шарфику по мультику шарфика у него не было но так как у меня прикрепился такой стиль маленькие игрушки и шарфики поэтому они у меня везде даже муж говорит зачем ты их вешаешь всем игрушкам просто ну вот так вот у меня авторы как я же автор я так вижу да свой образ игрушек вот так вот переделал хвостик хвостик я не стала сильно мудрить чтобы его пришивать по кругу мы просто его ввязываем в тело а мордочку уже просто пришиваем по кругу также будет мастер-класс на крокодильчик а только в порядке очереди рост у него 12 13 сантиметров и вязала я его из пряжи ализе ой казал джинс вязка мне очень понравилось крючок зашел прям на ура номер два и посмотрите какие ровные столбики у меня получились пряжа это я довольна я прошлом блоге говорила что она немножко отличается от предыдущих поставок сейчас она стала более такая плотненькой то есть мне очень понравилось вязать из нее это вот третья игрушка готовая дальше же к нему я начала вязать чебурашку чебурашку я решила связать в пушистых оттенках это мериносовая шерсть с начесом вязала я его пока детальками мордочку я отдельно ввязывала потом обвязывала это шерстной пряжей и обычной липучкой я проходила уже по телу то есть липнет очень хорошо и начал начался вы тоже очень хорошо и если присмотреться то даже можно сказать что эта игрушка не вязана а знаете когда есть и шерсти валяние шерсти вот такое ощущение как будто на вот и сам чебурашка из шерсти стиль валяния сделаны но на самом деле он вязаный и просто получился такой эффект я честно говоря эту пряжу покупала для так сказать для для тренировки каких-то мастер-классов то есть я планировала к в одно время связать одну мишку их не хотела тратить пряжу alize royal это который с основам альпака решила купить недорогую пряжу леонардо это получается пряжей строить скорее она выглядит таким вот образом и получается она была по 65 рублей на сейчас может быть по 80 в магазине ну подорожало то что основа но эффект у нее получается очень прикольного для чебурашки мне кажется прям супер получилось так вот я посмотри покажу может быть кому-то понравится кто-то захочет тоже связать даже не обязательно чебурашку мишку очень классно будет смотреться мишка в этом в этой пряжи и когда вот так вот начесать очень круто смотрится в общем чебурашка практически у меня готов осталось его сшить собрать игрушка будет готова но эту игрушку я не буду вести на ярмарку он будет у меня один мастер-класс не могу сказать будет по ним мастер-класс или нет если только я свяжу в обычной пряжи не шерстяной потому что на самом деле из такой пряжи шерстяной немножко тяжело вяжется и и меня еще палец порезанный как бы не хочется вязать сейчас прямо в ускоренном темпе еще одну чебурашку просто может быть в процессе и дальнейшем также будет мастер-класс но не не сейчас это точно и как раз таки вот мне к комплекту хотелось бы до ярмарки успеть сфотографировать крокодильчика и чебурашку но крокодильчика я еще смогу связать к чебурашкой акте брошка уже крокодильчика обязательно не планирую так вот такой вот у меня процесс а еще одна новость у меня же скоро ярмарка и как бы я не особо успевая по количеству игрушек и я попросила одного мастера амигуруми так сказать повязать мне игрушек из плюшевой пряжи из плюша я не вижу но есть такой человек который очень хорошо из нее вяжет и я попросила повязать мне для ассортимента котиков котик у меня их таких котиков 10 штучек это котики от кристины книг я надеюсь я думаю уже многие знают этого мастера вот таких вот у меня несколько котиков и также несколько брелочков от этого автора вот от этого мастера и как бы поедут эти котики со мной на ярмарку в анапу и буду тоже радовать гостей ярмарки светлой ярмарке который будет посвящено пасхи котики все цветные полосочку как пасхальные яички то есть я думаю они очень хорошо зайдут на ярмарке и буду также радовать деток котики очень миленькие очень хорошенькие пузатенькие я думаю они точно зайдут на ярмарке и также мне еще кристина сделал небольшой подарок в преддверии прошедшего дня рождения подарила мне пряжу. Хочу вам быстренько показать, какие это оттеночки. Та-дам! Вот такой вот пакетик с пряжей. Я, честно говоря, не ожидала. Мне было очень-очень приятно получить подарок. Спасибо, Кристина, большое-большое спасибо. Мне очень-очень приятно. И есть такие оттенки, которые я уже буду использовать. Ну, я думаю, ты сама догадалась, зелененький цвет, какой будет и куда использовать. Я тебе уже говорила про этот мультик. И как раз-таки у меня нет этого оттенка. И он мне нужен. Так вот. Здесь Gazelle Jeans и Yarnard Jeans. На оттеночках я зацикливаться не буду, просто вам буду показывать цвета. Здесь у меня Alize Cotton Gold. Розового оттенка у меня тоже нет в наличии. Очень красивый нежный розовый цвет. Обязательно свяжу и зайку в ярмарке из этого оттенка. Рыжий цвет к лисюнку. Мне очень нравятся такие насыщенные оранжевые оттенки. Такой кирпичный оранжевый, так сказать. Классный. Потом еще один оттенок Yarnard Jeans. И также еще один оттенок Gazelle Jeans. Тоже такой красивый, пудровый оттенок. Мне нравятся такие оттенки. Большое, Кристина, тебе... Ой! Большое, Кристина, тебе спасибо за оттеночки пряжи. Буду обязательно с удовольствием из них вязать и обязательно покажу, что у меня будет с них получаться. Вот. Ну, на сегодня, я думаю, мой вязальный процесс закончен. Я еще пойду повяжу. У меня еще впереди целых один день. У меня остался последний четверг. В четверг я немножко повяжу. В пятницу мы уже собираемся уезжать утром. В субботу ярмарка. И как раз-таки вы посмотрите влог перед ярмаркой. А сама ярмарка, наверное, выйдет в понедельник. В воскресенье у нас Пасха, светлый день. Ничего нельзя делать, только кушать и пить. Поэтому влог после ярмарки выйдет, наверное, в понедельник либо же во вторник. В общем, посмотрим по состоянию, по количеству снятого видео на ярмарке. То есть, если получится побольше снять, то видео выйдет отдельное про ярмарку. А если же нет, то я его с вами ищу вместе с влогом. Вот. И расскажу как раз-таки, какие игрушки зашли. Какие игрушки у меня вообще есть в наличии. Обязательно покажу вам все игрушки, которые есть. И также я вам пройдусь по игрушкам Кристины, по котикам. У меня, когда первый раз ребенок увидел этих котиков, у нее сразу же реакция была, какие они миленькие. И когда они нашли рассветку такого же белого с рыжим, они подумали, что это морская свинка. Вот. У нас живет морская свинка в рыжих оттенках с белым. И они подумали, что это маленькая морская свинка мясная. Но нет, это котики все. В общем, вот такие вот у меня результаты, такие вот у меня новости на сегодняшний день. Это сегодня у нас среда. И с вами я прощаюсь до завтра. Все. Пока-пока. Идем, ищем свой вагончик номер восемь и путь до Напы. При возникновении аварийных ситуаций просьба не подвергаться панике. Оставаться на своей... ...вещи оставляйте на местах. Эвакуация производится через автоматические двери. Если дверь не разглокируется, воспользуйтесь рычагом аварийного открывания двери. Ознакомьтесь, где в вашем уровне угрозы жизни. Воспользуйтесь молотком. Разбейте стекло аварийного выхода. Лестница аварийной эвакуации находится под сиденьем у аварийного выхода. Ну и там вещь какую-то новую строят еще. А, тоже Адыгея, которая вещь там маленький, да. Ну, верно, расширяют. Да, много пора уже. Крымская. Ребенок прошел мимо, потерялся. Пока едем, уже успела связать 4 листочка. Это мне для заказа. И начала взять еще одного зайку. Пока такие маленькие продвижения. Сильно тут не повяжешь. Дети у меня тут очень непоспитанные. Кто-то их не очень воспитал, муж говорит. Поэтому сидим тут, рисуем, балуемся и вяжем. Мой первенец. Да, да, я покажу. Небольшой кусочек улицы Крымской. Это уже мы в Анапе. Сходили с мужем, купили орешек. Вот такие вот. По-моему, марокканские, если я не ошибаюсь, я их не ела. Никогда решили попробовать. И купила для ярмарки, чтобы на стол накрыть, мешковину. Сейчас идем пешочком. Город маленький, поэтому можно пройтись до центра и до дома буквально за 20 минут. Если так, в принципе, Анапа выглядит. Небольшой курортный городок. Если до моря дойдем, покажу вам морюшко. У нас вывеска на природу. Папа приехал на рыбалку. И мы с ним за компанией на часок посмотреть на речку нашу. Папа хочет половить рыбку. Я заодно вам показать наши красоты города Анапы. Ну, пока здесь камыш. Папа, вот там у меня одевается костюм водолазный. Как бы не через удочку, а сейчас будет под водой, короче, плавать. Нырять с рыжьем. Всем доброе утро. Сегодня у нас уже суббота, 23 апреля. Я в пути на ярмарку. Едем потихонечку. Уже осталось немножко. И мы уже будем на месте. Сегодня у нас погодка в Анапе солнечная. Анапа, 9 часов утра. И прекрасная улица. Потихонечку уже разложилась. Вот так вот стоят игрушечки. И большие игрушки я все-таки оставила в корзинке, потому что здесь мест мало. У меня в этот раз много маленьких игрушек. Решила оставить внизу. Вот Кристинины котики. Пока поместились только 7 штучек. Брелочки Кристины. Все, два сердечка надо подумать, куда повесить. Иголочки закончились. Все так потихонечку. Пока все раскладываются. Обстановочка двигается. Сейчас только, по-моему, около 10 часов. Не посмотрела, сколько времени. Сегодня мы во дворике. Ярмарка идет полным кодом. Это папа мой стоит. Всем привет. В общем, какие у меня есть продажи. Я продала две подвески для колясочки и для кроватки. Продала одного котика Кристине и продала лунтика, единорожку. В общем, небольшие продажи есть. Уже час дня. Потихонечку ярмарка идет. Все продается. И вот такие вот составы игрушек у меня остались. Две больших игрушки я убрала, спрятала. Точнее, не стала их показывать. Уже вот эти малыши бы продать. Было бы хорошо. Три часа. Ярмарка уже подходит к концу. Люди начинают собираться. У меня отчет на сегодняшние три часа получается. Количество игрушек на остатках. Вот так вот. И плюс две игрушки больших у меня спрятаны. Не могу их поставить, они все время падают. А так в процессе люди еще работают. Но половина уже начинает собираться. Я еще. А там еще нету еще? Полотенце жали. А под полотенцем? А под полотенцем нету еще. Подними. Подними. Это небольшие кусочки Анапы. Идем сейчас к морю. Давайте пока буду идти, расскажу вам про ярмарку. Честно говоря, я особо не считала, сколько я продала игрушек. В целом, примерно на 12 тысяч у меня было продано игрушек. Помимо, я еще взяла заказ на 2 900. Это я отдала заказ, который был у меня. И, в принципе, сами можете посчитать, как у меня прошла ярмарка. Игрушки продавались со скидкой. Где-то 50 рублей скидывала, где-то 100 рублей скидывала. Но смотря еще в зависимости, в какое время. То есть, после обеда, к закрытию ярмарки, сюда игрушечки шли по акции, по скидке. Кристинины котики продались 9 штук. Я это точно знаю, потому что остался один, а в наличии их было 9 штучек. В общем, в целом, ярмарка прошла хорошо. Очень понравилось. Но самое незабываемое было это осенью, когда я продала 25 штучек. Американская горстка в Анапе. Это примерно ей 2 года уже поставили. И вот люди развлекаются. Мертельная петля. Вон посерединочке, если видите, в принципе, такая большая. Цену не скажу, не узнавала. Уже практически подошли к морю. Это статуя отдыхающему. Лежащий человек. И прикрыта белой шляпкой. В общем, сегодня 24-й, а сегодня же день Святой Пасхи. Получается, вот столько народу уже гуляют, развлекаются по морю. Люди развлекаются. Это центральный пляж. Здесь пересечение моря и речка. В речке особо купаться нельзя. Все время запрещают. Но все равно любители приезжих все равно купают своих деток. Хотя написано запрещено. Но все равно. Так, меня сбили. Я вам говорила по поводу ярмарки. Но, в принципе, ярмарка, конечно же, я довольна, что она прошла. Денежку заработала. Отбила и аренду, и дорогу туда-обратно вместе со всей семьей. И еще осталась. Так что всем сделала. Хорошее дело себе поторговала. Кристине поторговала. И все. И довольная. Единственное, что маленьких жирафиков не спрашивали. Они у меня две штучки остались. Мишки три штучки у меня остались. Хотя на них смотрели. А такие вот необычные зверюшки все разобрали. Но единственное, что луна еще осталась из маленьких. А так я на скидку не помню. Крокодильчика забрали. Я его продала за 500 рублей. В принципе, все хорошо. Сейчас вот погуляем. Пойдем еще где-нибудь покушаем, посидим. И уже завтра домой. Так что всем пока-пока. Если вам понравилось мое видео. Такое затянувшееся полторы недели, можем так сказать, снимало. То поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И до нового влога.